Сочи сегодня прошел единый урок мужества. Патриотический слет посвятили сразу двум датам из истории Великой Отечественной. Свалка на транспортной полностью ликвидирована. Теперь для перегрузки мусора будут использовать прежнюю площадку. А на Крымской с самого утра закипела работа. Теперь здесь и свежее дорожное покрытие, и новый тротуар к детскому саду. В Сочи стартовало первенство Европы по карате. Первый день посвятили бою с тенью. Кубанский союз молодежи появится в Краснодарском крае. Инициативу молодых активистов региона поддержал губернатор Вениамин Кондратьев. Глава края встретился с лидерами общественных и студенческих организаций. Сегодня в регионе их более 30. Планируется, что всех их объединит Кумсамул. О первых шагах Большого Союза наши краснодарские коллеги. Предприниматели, начинающие политики, врачи, учителя, спортсмены и студенты. Сегодня в молодежном театре они не в качестве зрителей, а участников. Всех их объединило одно – желание сделать жизнь молодежи Кубани интереснее и лучше. В зале представители общественных и студенческих организаций. Несмотря на молодой возраст, каждый из них уже успел добиться определенных успехов в своих направлениях и заслужить уважение сверстников. Сегодня свои идеи и опыт они решили объединить и создать в Краснодарском крае Кубанский союз молодежи. На первую встречу актеисты пригласили лидера региона Вениамина Кондратьева. У нас действительно подобного рода общения давно не было и эта проблема очень серьезная. Мне очень приятно, что мы в таком контексте собрались, что даже с вами сразу собрались. Но вы должны понимать потенциал наш, как кадрового резерва, как нового функционала, как людей, которые чуть-чуть по-другому видят по-молодежному и использовать этот ресурс в благих намерениях на благо всей Кубани. Для меня главный принцип – насколько вот эта организация молодежная или движение молодежная будет поддержана обществом и таким же, как вы? Насколько оно будет востребованным обществом и такими же, как вы? И вот если это будет настоящая молодежная организация и молодежное движение, вы будете востребованы. И тогда нас никто не упрекнет в том, что мы создали и что-то навязали. Ваша идеология – это идеология Великой России. Вот изначально вы должны себя так позиционировать, если вы хотите объединиться в один мощный молодежный центр. Сейчас у каждого студенческого и молодежного объединения есть свое направление и свой лидер. Кубсамол, как назвали организацию активисты, станет той площадкой, которая объединит молодежь всего края, где они смогут помогать друг другу реализовывать свой потенциал. Как отметил Вениамин Кондратьев, благополучие, стабильность и будущее регионов в том числе зависит и от сидящих в этом зале. Вы счастливы только потому, что на ваше время и детство, и юности выпала спокойная, стабильная Россия. Спросите у своих родителей, я уверен, и у бабушек, и у дедушек, что был период, когда Россия совсем была нестабильна. Был период турбулентности настолько сильный, что не могли даже подумать, что будет через день, через два свести с концы с концами. От зарплаты до зарплаты, а ее не хватало. Когда весь наш край один большой рынок, когда торговали на всех улицах, это те лихие 90-е годы, о которых вы слышали. Поэтому вот эта стабильность, которая нам позволит сегодня достичь эволюционным путем дальнейшего процветания, вот это в ваших руках, еще раз подчеркиваю. А дальше вы должны прийти к правильному выбору, каким способом этой эволюции достигнуть. Но только эволюция, но не революция. Встреча, которая планировалась как ознакомительная, переросла в большую дискуссию. Слишком много вопросов и предложений было у молодежи губернатора края. Вместе с Вениамином Кондратьевым они обсуждали, каким должен быть Кубанский союз молодежи, какие вопросы должны решать активисты и кто им может в этом помочь. Ничего нету плохого в союзе молодежи советском и ничего нет в союзе молодежи кубанском. Вопрос опять-таки содержания. Союз советский, конечно, это был союз сверху. Там была демократическая направляющая сила партии, которая указывала, куда идти молодежи. А я бы хотел, чтобы союз молодежи кубани, вот там сила эта направляющая была снизу. Чтобы молодежь, безусловно, сама определяла, куда ей двигаться, как развиваться, где ее приоритет. Врать ситуацию в свои руки и на самом деле уже рулить сейчас. Мне нужен тот орган, где власть будет слышать молодежь, рабочий орган. И взаимодействовать с молодежью. Обменявшись мыслями и идеями, молодые люди попросили главу региона еще об одной встрече, на которой они смогут представить свои конкретные проекты и окончательно утвердить статус своей организации. Есть предложение дать нам время определиться с организационно-правовой структурой, как мы будем двигаться дальше, определиться с руководительным направлением, кто будет заниматься конкретно кубанским союзом молодежи. После встречи активисты еще долго не отпускали Вениамина Кондратьева и предложили весной провести региональный форум, чтобы обсудить развитие молодежной политики в крае и работу общественных движений. Активность подрастающего поколения губернатор поддержал. Елена Касабова, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Ну а в Сочи продолжается месячник обороны массовой и военно-патриотической работы. Сегодня в Зимнем театре состоялся урок мужества, посвященный снятию блокады Ленинграда и 75-й годовщине окончания Сталинградской битвы. Расскажет Елена Всецына. Мероприятие развернулось в фойе Зимнего театра. Здесь и выставка военной литературы, и конкурс чтецов. Рядом школьники показывали театральную постановку «Азорь и здесь тихие». Другие участвовали в викторине «Знатоки истории Великой Отечественной войны». Многие ребята останавливались у экспозиции «Сочи. Город-госпиталь». Это все-таки наша история, поэтому она должна интересна быть не только мне, но и каждому. Все должны ее знать. Я смотрю очень много документальных фильмов про войну, и мне очень интересно. В каждой семье очень много героев, и в моей семье также война коснулась. Мои две бабушки, прабабушки, они перевозили оружие. Они прятали его под рыбу, под какие-то продукты, и перевозили его незаметно на войну. А дедушка воевал, его взяли в плен, но он не сдавался. Чем дальше уходит время, тем важнее собирать информацию с первых уст. Участнику сегодняшнего мероприятия Борису Винникову, когда началась война, было всего три года, но воспоминания до сих пор свежи. Семья жила в районе Курской дуги, где шли ожесточенные сражения, село переходило из рук в руки, фашисты выгнали всех из дома, где организовали свой штаб. Я стоял рядом, мама держала меня за руку, а полицай, некий Телегин, это со слов мамы я фамилию помню, приставил пистолет к виску мамы, спрашивал, где ваш отец коммунист, где ваш муж коммунист. Это и предопределило решение многих детей войны в дальнейшем становиться защитниками Родины, получить военную профессию. Дети войны набивались теплушки открытые, дети войны хоронили кружки любитые, никогда не разобраться не смогут кружки влево на белом суде. А урок мужества для сочинских школьников был посвящен сегодня двум эпизодам Великой Отечественной войны. Дню полного освобождения Ленинграда от блокады и 75-й годовщине окончания Сталинградской битвы. Уже совсем скоро мы будем отмечать 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – день славы, гордости нашего народа, день наивысшего почитания поколения победителей. Хотелось бы также воспитать у молодежи бережное отношение к наследию Великой Отечественной войны и твердо противостоять попыткам переписать историю. Сегодня в Сочи 650 юнормейцев и более 2200 членов Союза казачьей молодежи Кубани. Присутствующие в зале ветераны верят, это огромная армия умного, сильного и здорового поколения патриотов. Длина Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочинский военно-патриотический клуб ВДВ «Патриоты России» отметил день рождения. Праздничное мероприятие прошло в Доме культуры Центрального района. Клубу ВДВ «Патриоты России» два года. Это единственный на сегодняшний день действующий военно-патриотический клуб десантной направленности в Сочи. Здесь ребят учат русскому рукопашному бою, теории военного дела, готовят к сдаче норм ГТО. В программе также обязательные летние военно-полевые сборы, встречи с ветеранами и посещение воинских частей. Курсанты принимают активное участие практически во всех патриотических акциях и мероприятиях. Ко дню рождения клуба приурочили выставку работ воспитанников в станции юных техников. Это направление робототехника, авиамоделирование, судомоделирование. А воспитанники объединения радиосвязь вышли в прямой эфир на радиоволнах и провели прямую радиотрансляцию концерта. Отличившихся за год курсантов сегодня торжественно наградили. Поздравили ребята и почетные гости – члены клуба ветеранов Великой Отечественной войны и органов госбезопасности. Герой России Павел Сюткин, представители организации ветеранов, локальных войн и другие. Свалка за авторынком ликвидирована на улице Транспортная. Она появилась в конце прошлого года из-за проблем с доставкой отходов на полигоны Краснодарского края. На время новогодних праздников приемка мусора в Белореченске была остановлена. В итоге на временном перегрузочном пункте скопились тонны отходов, что сказалось на санитарном состоянии данной территории. Временный перегрузочный пункт Саха на улице Транспортная сегодня полностью расчищен от накопившегося мусора. Работа велась круглосуточно. На вывоз мусора было задействовано около 100 единиц техники. Из этих неприемов накопилось порядка 10 тысяч тонн. На данный момент все накопления, как вы можете видеть, вывезены. И впредь, впредь, я думаю, что такого, как говорится, уже не будет. В будущем данную площадку на Транспортной Саха будет использовать исключительно для стоянки спецтехники. В настоящий момент перегрузка осуществляется на территории сочинского мусоросортировочного завода. На данный момент мы не допускаем накопления. Все, что привозится, накапливается за день. В ночь все вывозится большегрузной техникой. Эту площадку, полностью приспособленную для приема и перегрузки отходов, город получил после длительной судебной тяжбы с бывшим собственником. Теперь именно здесь сочинский мусор перегружают и далее вывозят на полигоны за пределами курорта. В настоящее время площадка принимает до 600 тонн мусора в день. И в этом же объеме в течение суток он вывозится на полигоны Краснодарского края. ТОСы подвели итоги работы за 2017 год и поговорили о перспективах. Сегодня в администрации Сочи состоялось расширенное заседание Городского координационного совета территориальных органов самоуправления. Подробнее Инга Габешия. В Сочи 67 ТОСов. Общественники и главные помощники городских властей, отметил глава города. Подчеркнул Анатолий Пахомовый тот факт, что председатели территориальных органов самоуправления своей работой показывают пример отношения к городу. Они помогают сочинцам в решении житейских вопросов, а правоохранителям в проведении рейдовых мероприятий, выявлении незарегистрированных граждан. А еще ТОСовцы – незаменимые участники городских субботников. Наведением санитарного порядка сочинцы займутся и завтра. 3 февраля в городе очередной праздник труда. Мы работаем каждый день, и нам это надо, поскольку мы приводим свою территорию в порядок. На завтра будем сажать аллею Мацестинскую, ликвидамбры наши знаменитые. Будем убирать свои территории, чистить, красить. Все, что получится. Потому что люди готовы у себя дома навести порядок. А Мацест – это наш дом. В этом году жители микрорайона Мацеста дождутся заветного события. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в этой части курорта планируется строительство теренкура. У жителей отдаленных районов Сочи должны быть те же блага, что и у сочинцев, проживающих в центральном районе, отмечает Пахомов. Мы не должны допустить такого, чтобы прибрежная часть будет являться просто сказкой, а где-то, где проживают наши населения, сделать так, чтобы там было по-другому. Нам для нашего горожанина надо создать такие благоприятные условия для жизни. Поэтому обсуждение, внимательнейшее обсуждение любого вопроса, особенно касающее жизнедеятельности. Ничего не должно пройти, даже цветы сажать не должны мы без обсуждения с людьми. Это важно еще и для того, чтобы каждый себя считал соучастным. Когда человек себя считает соучастным, он будет бережно относиться. Вместе и системно. Так общественникам и руководству города предстоит работать и в преддверии Чемпионата мира по футболу. В городе будет создана рабочая группа по благоустройству. Возглавит ее мэр города, а членами в том числе станут председатели ТОС. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сегодня на улице Крымская с самого утра закипели ремонтные работы. На дорогу укладывают свежий асфальт, срезают сухостой, обустраивают тротуар, который ведет к детскому саду номер 80. Там побывала наша съемочная группа. Реализация так называемых малых дел, то есть наказов сочинцев, добралась до мамайки. Дорогу на Крымской в прошлом году уже ремонтировали, но в этом в связи с обращениями граждан решили обновить. Работы производятся муниципалитетом совместно с депутатами. Принято решение главой города выделить из дорожного фонда, и выделена сумма 741 тысяча. Мы отремонтируем 80 погонных метров тротуара и 500 метров дорожного полотна. Дороги, работы будут закончены в течение двух суток, и мамайка будет вообще блистать. В 2018 году у нас также будет ремонт улицы Плеханово. Это спуск от санатория Октябрьский к улице Волжская. И микрорайон будет практически весь отремонтирован. Ходить по разбитому тротуару воспитанникам 80-го садика больше не придется. Ситуация уже исправлена. Работу производит управление автомобильных дорог города под пристальным контролем районной администрации. Сегодня тротуарная часть уже отделена бордюрным камнем на протяжении 80 метров, и это позволяет увеличить безопасность пребывания в садик. Объем работ позволит нам получить опять в очередной раз хороший участок с хорошим санитарным состоянием и безопасный. Что касается обращений граждан, то эта работа производится на постоянной основе, и все обращения остаются услышанными. Спилили специалисты и сухие ветки деревьев, которые также стоят по соседству с детским садом. Сегодняшнее преобразование на Крымское назвать малыми делами сложно. Работы произведены масштабные. К слову, уже на Мамайке отремонтированы и улицы Ландышевая с Полтавской. Что же касается ремонта асфальтового полотна в целом по городу, то в список, как ремонт дорог в этом году, вошло 30 улиц по всему Большому Сочи. На эти цели только в первом квартале выделено 260 миллионов рублей. Это деньги из краевого и муниципального бюджетов. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи сегодня стартовало первенство Европы по карате. Соревнования проводятся среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. Сегодня первый день престижного турнира. Все подробности в нашем репортаже. Первый день первенства Европы по карате стартовал с бесконтактного вида соревнований. По-японски он называется «ката». Это индивидуальные состязания. Каратисты выходят на татами и бьются с воображаемыми противниками. Ката содержит все виды техники карате. Судьи оценивают скорость, умение управлять мышцами и дыханием. Важно все – выход и уход с татами, внешний вид, ну и, конечно же, зрелищность. Свой бой с тенью спортсмен ведет с полным напряжением физических и моральных сил. Всего на первенство Европы по карате, в котором принимают участие юноши, девушки, юниоры и юниорки, в Сочи приехало около двух тысяч каратистов из 51 страны. Конкуренция весьма высока. Впереди летние юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Аргентине в октябре. Карате в программе игр будет представлено впервые. Отбор очень серьезный. Будет участников на Олимпийских играх, юношеских, всего, в каждом весе по 10 человек. То есть на все 200 стран получает участников всего будет 60 человек. Представляете, какой будет отбор серьезный. Соревнования проходят на одной из лучших площадок Сочи, на базе Югспорта, в Айсберге. Ледовую арену быстро переоборудовали в современный зал для карате. Кстати, здесь же, в Сочи, российские каратисты перед самим турниром проводили тренировочные сборы. Так как спортсмены со всей нашей огромной страны, все-таки северные регионы требуются какое-то время для климатизации, здесь были созданы хорошие условия для того, чтобы спортсмены были уже во всеоружии, организм адаптировался под местные условия. Всего в первенстве Европы участвуют 48 российских спортсменов. Национальную сборную удалось пробиться и сочинцам. Наших сочинок, национальной сборной, два человека, Лиана Имнадзе и Дана Кабулова, они будут выступать завтра. Чтобы сюда попасть, в нашу российскую национальную сборную выступить, нужно было выиграть, либо войти в финал национального чемпионата, то есть первенства России. Кроме ката, в программе европейского первенства пройдут соревнования кумите. Это контактный вид состязаний, бой с противником. Медали, на которые наши спортсмены вполне могут рассчитывать, уверяет тренерский штаб, будут разыгрываться в личном и командном зачете. Завершится турнир 4 февраля. Кстати, вход на соревнования бесплатный. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и в эти дни в Сочи проходит еще одно крупное спортивное мероприятие – первый международный боксерский форум. В связи с турниром сильнейших бойцов 3 февраля до 2 часов ночи будет продлена работа муниципального транспорта на маршрутах номер 57К, номер 125 и 125С. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.